Всем привет! Меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж23. Итак, давайте поговорим о том, что иногда владельцам выгодно иметь и что им можно иметь в случае, если у них, допустим, вот если человек покупает себе лодку и пытается выбрать, что ему купить. Каютник, хардтоп, либо открытый катер. И поскольку он занимается либо рыбалкой, либо путешествиями, либо отдыхом, постоянно возникает дилемма. То есть, что делать? То есть, каким образом это вообще все реализовать? Чем плюс хардтопа? Хардтоп это жесткая крыша, которая сделана непосредственно, вмонтирована в самом катере, это элемент катера. И она застеклена, она имеет жесткую конструкцию, то есть, это очень хорошо к ветровым нагрузкам и ко всем остальным делам. То есть, и в этом случае, в принципе, вроде бы получается, что хардтоп удобная штука. Но, давайте рассматривать следующую ситуацию. Например, если у вас катер небольшой, это хардтоп, и вы хотите, допустим, на нем порыбачить. Вы столкнетесь с огромным количеством геморроев. Огромное количество геморроев, которые связаны с тем, что этот хардтоп, как раз вот эта прелесть, которая, допустим, вот очень хорошо себя показала, например, в каких-то условиях жестких или еще в чем-то, то в случае, с точки зрения рыбалки, он начинает просто тупо мешать. Вот хардтоп, кстати, бывает закрытый, бывает открытый. То есть, вот эта крыша, она может иметь полурубку, то есть, она может не иметь полурубки. Но если есть крыша над головой, стандартная крыша, то это хардтоп. И тогда получается другая дилемма. Например, а что делать, если человек любит путешествовать и любит, например, ловить рыбу? То есть, ну вот куда, вот как здесь выйти из этой ситуации? И каютник ему, например, не подходит, потому что каютник очень плохо предпособлен для нормальной, допустим, полноценной рыбалки. То есть, это вот я проверил на своем опыте. То есть, у меня самые лучшие рыбалки были на открытых лодках. То есть, вот если лодка открыта, даже ПВХ-лодка, она показывает себя с точки зрения рыбалки гораздо круче, чем, допустим, вот тот же самый катер. Потому что катер, то есть, по нему неудобно тебе ходить. То есть, ты не можешь в случае поклевки там быстро переместиться по лодке. То есть, это, ну вот это вот связано с целой кучей геморрою в этом плане. Вот. Но в моем случае каютник это для меня оптимальный вариант. А вот если вы ищете себе лодку и думаете, чем вам взять, вот например, как еще раз говорю, для, с точки зрения рыбалки, каютник будет не совсем удобен. То есть, это компромисс. То есть, каютник больше, это каютные катера, это круизеры, которые предназначены для жизни. Чем меньше каютник, тем, соответственно, это то же самое, что вот, например, в яхте взять тематику яхта выходного дня. То есть, на небольшой яхте, допустим, там 6-7 метровой, вы без проблем можете выйти на выходной, переночевать в лодке. То есть, для этого есть все удобства, но жить в ней нельзя, потому что лодка маленькая. То же самое с каютами. То есть, если каюта маленькая, если катер маленький, жить в нем неудобно. Переночевать реально, отдохнуть реально, как-то, допустим, чем-то заняться в каюте удобно и реально. А вот жить на нем не предназначен. То есть, он не предназначен для длинных путешествий. То есть, в принципе, после 7 метров начинаются катера, которые предназначены для длительного отдыха. Они уже оборудованы туалетами, они оборудованы, соответственно, душевыми кабинами. На них уже реализована душевая система. На них есть плиты, на них есть условия, предназначенные для проживания. Но вы же, например, в квартире не будете жить, как в палатке, правильно? То есть, в палатке можно переночевать, а в квартире вы будете жить. То же самое с каютами. Есть катера, в которых можно жить, есть катера, в которых жить нельзя. Но, как еще раз говорю, вы, допустим, рыбак. И в вашем случае нужно все максимум собрать воедино. И вот в этом случае оптимальное решение будет тентовая каюта. Тентовая каюта это будет самое оптимальное решение в вашем случае. То есть, сейчас я буду показывать и рассказывать вообще, в принципе, про данную тентовую каюту. Сейчас я их делаю постоянно, в последнее время. Сзади меня находится катер RealCraft Salute 510. Я буду показывать на примере его. Все, сейчас я торможусь, возьму камеру в руки и буду вам показывать и рассказывать непосредственно про тентовую каюту катера. И вообще о том, как можно унифицировать, скажем так, унифицировать тентовую каюту для полноценной жизни. Все, давайте пауза. Итак, вот в данный момент я вам показываю тентовую каюту, которая вот еще сейчас находится в процессе доработки. То есть, у нее возможны... И сейчас вот я буду рассказывать конкретно про элементы данной тентовой каюты. Вот это, в принципе, очень получается навороченный тент. То есть, он реально навороченный, потому что в нем будет все, что предназначено для жизни человека на борту лодки. Во-первых, он огромный. Раз, видите. То есть, высота тента 180 сантиметров. 180 даже, по-моему, 3 сантиметра. То есть, это даже для очень высокого человека будет комфортно. Но если, допустим, вы будете смотреть себе на хардтопы, то вы такой высокой тент, высокой такого крыши вы не найдете. Потому что это очень дорого. То есть, это невозможно. Теперь, вот с точки зрения данного катера, видите, сейчас вот установлена затемняшка. Затемняшкой будет снабжаться все окна. Она крепится на липы. Вот, видите ее. Это решение предназначено для того, чтобы затенить стекла тента. Когда человек будет в них спать в лодке. При длительной рыбалке, либо длительных каких-то путешествий. Сейчас я про эту тему расскажу. Отдельный ролик сниму. Потому что это очень интересная штука. Я ее делаю первый раз. Вот. В данном случае, сейчас, надето стекло. Видите, вот стекло. Это стекло можно... Стекло пристегнуто на молнии. Потому что это футен-трансформер. И за место данного стекла пристегивается вот такая вот полностью за этот, как ее называется, тканевая вот эта вот основа передняя. Тканевая передняя часть. Для чего это сделано? Это сделано по пожеланию владельца катера. По пожеланию владельца катера, это сделано для того, чтобы ему максимально комфортно было находиться в катере весь рыболовный сезон. То есть, когда ситуация здесь складывается следующая. Я, на самом деле, не задумывался об этой штуке. То есть, я всегда делаю тенты исключительно с передним стеклянным лобовым стеклом. Считаю это более актуальным и более удобным. Но вот здесь владелец пожелал, чтобы сделано было тканевое стекло. То есть, не тканевое стекло, а передняя часть лобового стекла была сделана из ткани. И сделано это для следующей цели. То, что когда он находится на рыбалке, соответственно, летом, то вот эта тентовая ткань, она, в принципе, защищает его от жары и от солнца. Тем более, у него, вот здесь вот я ему сделал специальную такая, видите, вот эта москитная сетка, которая, в принципе, предназначена для того, чтобы можно было проветривать эту тентовую каюту. При этом солнце через нее будет также рассеиваться через сетку. Ну, сами понимаете, как это работает. Вот. Дальше, следующий момент. Но, когда наступает осень, когда наступает поздняя осень, и нужно ловить максимальные лучи солнца, максимальное тепло, чтобы в катере было комфортно. И вот в этом случае вот эта тентовая тканевая часть снимается и одевается непосредственно вот это вот лобовое стекло, стеклянная часть. То есть, чтобы воздух в каюте нагревался максимально лучше. То есть, вот такая вот конструкция, то есть, идея вот такая, и она реализована вот так. Сейчас я одену тент, который лежит, и покажу, как это все выглядит с точки зрения москитной сетки и с точки зрения непосредственно этого, как его называется, тентовой части катера. То есть, снимается это, видите, вот здесь молния стоит, буквально расстегнул кнопки, снял молнию, и все, у вас все нормально, все работает, все хорошо. Все, смотрите, продолжение. Так, ну вот, накидка снята. Посмотрите, как выглядит, вот, когда это все дело прозрачно. То есть, здесь получается очень хороший большой обзор лодки. Если нужно выйти в носовую часть, соответственно, полностью поднимается вот эта вот часть. Вот таким макаром это все мероприятие крепится, фиксируется на липе. И, собственно говоря, осуществляется спокойный выход, причем в полный рост. Если вам не нужна, допустим, если вам жарко, то вы прекрасным образом открываете носовую часть, подвязываете ее и одеваете москитную сетку на данный тент. То есть, комары здесь лететь не будут, все на липах, спереди, как видите, вот, показываю, крепится все на кнопке мероприятия. То есть, сетка крепится на кнопке, то есть, она является конструктивной частью тента. Она сделана универсальной, то есть, она подходит как для стеклянного, стеклянного вот этой вот передней части, так и для тканевой. Так, ну вот, смотрите, если вы, допустим, вам решили ночевать в каюте и вам жарко, то вы прекрасным образом одеваете вот эту москитную сетку, и она защитит вас от насекомых. И одновременно обеспечит доступ свежего воздуха в вашу тентовую каюту. То есть, лобовое стекло, как я говорил, поднимается, передняя часть, и все становится хорошо в этом плане. Так, ну вот, смотрите, вот это второй вариант. Второй вариант непосредственно использования данного тента-трансформер. Это когда за место лобового стекла установлена тканевая основа. Видите, вот, показываю. В данном случае я уже скрутил переднюю часть, переднюю дверь для выхода, и поставил на нее сразу москитную сетку, чтобы просто это не снимать все дело по отдельности. А так, это все закрывается на молнии. Молнии использованы десятки ИУКК. Края зафиксированы, поворотный крепеж. То есть, никуда это все мероприятие не денется. И вот, как выглядит москитная сетка, установленная на непосредственно, да и сам тент, как выглядит, установленный на данный катер. То есть, вот подобная вещь, она создает универсальность конструкции, универсальность непосредственно применению данного катера. То есть, расширяет границы его применения. То есть, в принципе, та задача, которая передо мной ставится. Так что, вот, вот таким макаром это все делается. Посмотрите продолжение. Так что, вот, какой катер покупать вам непосредственно. Я вам сейчас показал, как это возможно реализовать. Но здесь еще сейчас не готовы панели, не готовы еще задние двери. Вот это все сейчас процесс производства. И на этой неделе я все это мероприятие закончу. Вот, а так, вот если у вас хардтоп, если вы купили себе катер с хардтопом, то вы четко должны понимать, что это катер очень неплох для, допустим, каких-то рейсов. Это уже, в принципе, катера, которые, ну, большие катера с большими хардтопами. Это, в принципе, катера предназначенные, допустим, большие катера имеют еще и громадную каюту. То есть, это, в принципе, это уже другой разряд катеров. Это не рыболовные лодки. То есть, а вот если вы рыбак, и если вам нужна рыболовная лодка, то вы можете иметь в виду, что вот такие решения, они вполне возможны. Когда вам могут сделать тент, который будет в полный рост. Вот как здесь, здесь очень высокий тент. То есть, танцевать можно. Он большой, огромный. То есть, он, причем, этот, закрывает весь кокпит. И у него даже сзади будет прямой скос у двери. То есть, он, у него высота максимальная идет до выхода на корму. То есть, это, ну, как еще раз говорю, здесь делался полноценный, чтобы был, во-первых, полноценный бимини топ. То есть, это, и чтобы это была нормальная полноценная тентовая каюта. И вот, когда вы делаете себе, вам сделают на ваш катер, на ваш рыболовный катер вот такого плана тентовую каюту, то вы, собственно говоря, можете в ней использовать ее, вероятнее всего, более широко, чем, например, хардтоп. Потому что хардтоп, вот он есть, и его никуда не денешь. Его не снимешь с лодки, не срежешь, если он не нужен. А каюту можно сложить тентовую. То есть, это огромный плюс подобных вещей. Это делается на каютнике, делается на открытые прогулочные. Можно, вот такого плана можно сделать из любого практически катера, из любой лодки. То есть, ну, будет, соответственно, по-разному это дело выглядеть, потому что разные конструктивы и все остальное. Но суть именно такая. Вот вам только что все показал. Можете иметь это дело в виду. Это ролик как раз делается для того, что для тех людей, которые находятся в муках выбора. Это всегда муки выбора лодки. И они должны понимать, что если они, допустим, привязались к какому-то одному типу лодки, то вы с этим типом лодки будете жить. А, допустим, если вы взяли, например, даже большой каютник, большой каютник, и у которого нет хардтопа, а вариант типа хардтопа вам нужен, то вы можете иметь в виду, что на данную лодку можно сделать вот такого плана громадный тент, который заменит вам полноценный хардтоп. Так что вот, так можно сделать. Это, скажем так, решение. Я его обкатал уже и на своих лодках, и оно уже давно все катается. То есть это как бы нормальная тематика. Так что вот, будет вопрос, и вопрос, как всегда, может дать нам через почту, почта 1серж23собакамилу.ру. Пишите, обязательно отвечу. А так, спасибо за внимание. До свидания.